здравствуй дружи болт с вами и у нас тут есть один клиент я хотел заснять весь процесс самого начала но я ленивый распиздяек и поэтому я этого не сделал это у нас орех 400 проблема в чем товарищ обратился с вылетающей второй передачи мы начали копать разобрали сняли двигатель собственно движка нету тут его просто вывесили давайте посмотрим собственно вот двигатель только что мы его разобрали у меня было подозрение именно на копирный вал либо на вилочку хозяин рассказал что мотоцикл был падан на правый бок на правый бок средстве чего был удар на шток выбора передачи соответственно большое подозрение упало именно на вилочку сразу рассказываю как инспектировать коробку передач при разобранном движке идем поближе это у нас копирный вал мы сейчас к нему вернемся когда мы снимаем половину блока у нас нашему узору приходит коробка передач вот сразу пару ну ладно поступление не буду рассказывать вот видите вот эти штуки я сейчас буду рассказывать как для чайников вот эти штуки это вилочки вилочки выбора передачи вот эти вилочки перемещаются по копирному валу то есть вот на вилочках есть вот такие вот бабушки эти бабушки ползают по вот этим дорожкам соответственно перемещаясь справа и влево когда копирный вал вращается копирный вал вращает лапку переключения передач в свою очередь по копирному валу бегают вот этими бабушками вилочки вилочки вот этим самой вилочкой закреплена вот сюда вот тут первая влочка вот тут вторая вилочка тут третья вилочка и И, соответственно, перемещаясь вправо и влево, она перемещает вправо и влево шестеренку. Соответственно, включая или выключая какую-то передачу. Собственно, самое главное, что нам нужно, нам нужна вторая передача. Это вот, в частности, к зизероводам посвящается. В чем проблема у вас? У вас проблема ни в вилочке, ни в копирном валу. Вам нужно смотреть вот сюда. Ищите самую большую звезду, самую первую. Это будет вторая передача. Я сейчас не буду вытаскивать всю коробку передач, дабы потом не ебаться ее собирать обратно. Что вам нужно? Вам нужно сейчас... Подождите, я фонарик возьму. Так, где фонарик? Не видел фонарик, да? В багажнике можно. Вот видите, вот эти замочки. Вот раз замочек, два замочек и там третий замочек. Как правило, когда четкие пацанчики валивают без сцепления с хрустом, включая вторую передачу, вот эти замочки со временем начинают слизываться, слизываться и приобретают такую скругленную форму. И когда втыкается в замок вот таким образом, вот она сейчас включена, вторая передача, она просто из-за того, что эти ключи слизаны, скруглены, она вылетает обратно, когда дается нагрузка на шестерню замка. И выскакивает постоянно, выскакивает, выскакивает, выскакивает. Каким образом это лечится? Сейчас объясню. Вот этот ключ имеет толщину, ну, не спиздеть, давайте возьмем штангенциркуль, замерим это все дело. Ну, вот, грубо говоря, 9 миллиметров, ну, 8,5 миллиметров. Грубо. Нам тут точность не так важна. Если он сточен довольно сильно, нам нужно вернуть ему исходные грани. То есть, сделать так, чтобы ключ втыкается в замок, не вылетал обратно. Для этого ему нужно создать такую слегка, слегка обратно-коническую форму. Для этого можно тупо взять болгарку. Вот это... Блядь, конечно, удобнее было, конечно, разобрать. Ну, ладно, я надеюсь, вам будет понятно. Даже... Нет, я даже нарисую. Сейчас возьмем ручку. Блядь. Нет, не возьмем ручку. Короче, смысл в чем? Вот у вас скругленный ключ, который вот, втыкаясь в замок, из-за нагрузки постоянно вылетает обратно. Из-за этого вылетает вторая передача. Чтобы этого избежать, вам нужно вернуть вот такую вот форму замку, вот слегка, вот слегка, как бы под конус обратный. Таким образом, передача втыкаясь, ключ втыкаясь в замок, он не вылетает обратно. Проблема в том, что вот у нас 9 миллиметров толщина ключа, вам нужно сточить столько со всех трех, со всех трех замков, чтобы придать эту форму. Это можно сделать либо болгаркой, либо бормашинкой. Это нужно сделать очень тонко и осторожно. Первая проблема. Вы таким образом исключите момент того, что замок вылетает из ключа. То есть, наоборот, ключ вылетает из замка. Второе. Копирный вал. Как правило, вот этот зубец, вот этот зубец отвечает за отключение второй передачи. Как правило, вот здесь вот, вот здесь вот, он тоже сточен, скруглен. Это вызвано тем, что вот здесь вот, когда вилочка ебется, вот здесь постоянно, когда вылетает вторая передача, он постоянно бьет вот в этот бугорок, и он разбивается. Он тоже здесь скруглен, как правило. Вам нужно будет сделать наплав. Берете аргонную сварку, пиздуете к аргонщику, он вам здесь делает наплав, и либо на токарном станке, либо также, опять же, аккуратно бормашинкой вытачиваете, восстанавливаете форму вот этого зубца. И будет вам счастье. Также нужно обратить внимание на состояние, идем сюда, на состояние замка второй передачи. То есть, вот, вот эти, вот, видите, ключ втыкается в замок. Оп, оп, там видно, нет вообще? Да, вроде видно. Вот, вот в этом окошке замок, оп, вошел. Видите, он сейчас довольно плотно ко всем краям прилегает. Это значит, вторая передача в отличном состоянии. Обычно, вот, на внутренней части замка, вот здесь вот тоже раздолбано. Если здесь тоже раздолбано, но чаще всего этого не случается, потому что здесь очень мощный толстый металл, обычно здесь не раздолбывается. Но если раздолбалось, то здесь тоже нужно восстанавливать эту форму, соответственно, бормашинкой, либо болгаркой, либо на токарном станке. Самое сложное при этой всей процедуре сохранить три этой детальки в одинаковом состоянии. То есть, если вы снимаете полмиллиметра с одного замка или полмиллиметра с ключа снимаете, чтобы вот такую форму придать, нужно те же полмиллиметра с той же стороны на другом замке снять. То есть, нужно сохранить синхронность на всех трех замках и ключах. Второй момент. И третий момент, на что нужно обратить внимание. Здесь зерноводов это, в частности, мало касается. Вот в данном случае мы рассматриваем. Вот, смотри. Был удар вот в эту сторону. Шток был ударен во время включенной, видимо, второй передачи. И вы можете увидеть, что вилочка слегка погнута. То есть, она слегка смещена влево. То есть, вы видите, вот эта вот прямая, а вот эта вот слегка согнута. Это значит, что, когда вторая передача включена, вилочка не до конца ее включает, и вторая передача тоже постоянно выскакивает. Как это исправляется? Нужно, ну, для начала, просто попытаться согнуть вилочку обратно, придать ей изначальную форму. Но надо понимать, что это все равно временное решение проблемы, что идеально вернуть первоначальный облик вилочки все равно вряд ли удастся, потому что у нас тут нет сверхточных лазерных приборов, чтобы знать точно, какого она была положения изначально. Но чисто теоретически можно догадаться, в какую сторону она погнута, ну, ты это видишь, и возвратить ей обратное то состояние, в котором она была. Это вылечит проблему, но нам все равно в данном случае никто не дает гарантии, что мы восстановим до точности, до того состояния, в котором она была. Но это ремонт дешево, это ремонт без обчастей и, собственно, без геморроя. Ну, в двух словах, вот вам общие проблемы, которые постигают зизероводов, которые постигают двигатель, у которых вылетает вторая передача, и, собственно, способы их ремонта дешевые и эффективные. Проверено лично на VMAX, там все это сработало на отлично, и он до сих пор бегает и никаких проблем в этом не знает. Ну вот и все, подписывайтесь на наш занимательный канал. Я, конечно, не мой, что Бунаевский, у меня таких мощностей и познаний в механике мотоциклов, может быть, и нету, я это все давно забросил, я вот взялся за это, потому что меня сильно попросили, я поэтому взялся. Обычно я уже давно не берусь за ремонт двигателей и так далее. Так что подписывайтесь на его канал, если вам интересно какие-то механические, теоретические, практические вещи. А с вами был Болт. Пока-пока.